Приветствую всех на Bittrex Summer Fest и на собственном докладе. О чем же будет доклад? Смотрите, уже на протяжении многих лет, практически столько времени, сколько я этим занимаюсь, то есть сейчас уже лет 6, я из года в год, по крайней мере раз в год так точно, в тех или иных маркетинговых материалах по защите от атак на отказ в обслуживании нахожу одну и ту же ошибку. Ошибка вызвана тем, что маркетинговые материалы пишут маркетологи, а защиту строят, слава богу, пока еще инженеры. И там случается следующая несостыковка. Что делает человек, который готовит материалы? Он берет, открывает доклады за прошлые годы, например, Арбора, Клаудфларе или наши, и находит там громкую фразу про то, что в прошлом году мы зафиксировали атаку объемом 400 гигабит в секунду. Соответственно, он говорит, что вот смотрите, до чего интернет дошел, до какого ужаса. Ну а на последней странице дают характеристики предоставляемой услуги, в котором написано, что мы фильтруем атаки до 10 гигабит в секунду. Что, соответственно, в 30 раз меньше, чем было написано на первой странице. Потому что люди, которые строят саму услугу, они не очень верят в то, что вот эти атаки, они вообще реальны, потому что они их в том числе там никогда не видели, не знают никого, кто бы их видел. Отсюда встает один вопрос. Какие для нас, как для, соответственно, для компаний в Рунете, для e-commerce, какие для нас угрозы действительно сейчас актуальны, а какие маловероятны? И как нам оценивать наши риски? И, соответственно, об этом и хотелось бы поговорить. Давайте для начала поговорим о том, какие атаки вообще бывают. Значит, вот тоже в ряде мест, если вы слушаете про атаки, вы можете увидеть тут такое облачко с перечислением названий. У меня и у моих коллег вы его никогда не увидите, потому что мы предпочитаем классифицировать это таким образом, чтобы дальше было просто понятно, как с этим работать. И для того, чтобы, соответственно, иметь какой-то под этим фундаментальный базис, мы используем модель ISO-AC для этой цели. Но учитывая, что мы говорим про протокол в основном HTTP, то 5-6 уровень мы можем выкинуть. Они возникают, если есть сложный в основном SSL-ный сетап, но в среднем мы можем про них сейчас не говорить. Итак, 4 основных уровня, 4 основных класса атак. Классифицируются они по принципу производимого эффекта, то есть на что именно атака нацелена, что именно она выводит из строя в сети. Первый класс атак – это атаки, которые выводят из строя сеть в внешнюю сеть, то есть доступ наружу, а плинк в целом. Причем абсолютно не важно чем, но, как правило, для этой цели используются мощные атаки, мощные, не очень хорошее слово, массированные в плане полосы атаки, то есть любой amplification абсолютно. Причем тоже не имеет смысла перечислять, какой именно, потому что уязвимости в протоколах находили и находятся. Кто еще недавно слышал, допустим, про SSDP amplification, вот он уже стоит просто перед нами. Значит, атаки типа… Опять же, там половина флудов, даже синфлуд можно использовать для этой цели. Основная задача в том, чтобы в апплинк шириной 1 гигабит нам залить хотя бы 1,1, например, и уже хватит, и уже, собственно, доступ будет прекращен. Вот на этом уровне мы еще пока имеем право оценивать атаку мегабитами, гигабитами, терабитами, чем угодно, и вот текущая примерно полоса, на которую нужно рассчитывать минимум, это 500 гигабитов. Потому что 400 мы видели на практике, а возможно мы считаем больше. Соответственно, идем дальше. L3 и сетевая инфраструктура в целом. То есть, опять же, это и проблемы с маршрутизацией BGP, с анонсами, hijack. Это и проблемы на транзитном сетевом оборудовании, например, переполнение таблицы, например, отслеживание соединений, connection tracking и прочее. Это все относится к атакам на инфраструктуру. Они бывают разнообразны. Вот, соответственно, главная цель в том, чтобы на транзите где-то от пользователя до вашего ресурса возникли проблемы. Далее, транспортный уровень. Ну, на транспортном уровне у нас пока что, слава богу, пока только один протокол. Ну, понятно, да, есть UDP, но у UDP, в общем-то, нет ничего, чего бы не было уровнем ниже практически. Вот, поэтому основные атаки, которые тут возможны и реально могут нанести ущерб, это атаки на автомат протокола TCP. Транспортный протокол, который лежит, опять же, в основе протокола HTTP и прочих, это довольно сложная штуковина, в основе которой, то есть, во-первых, там имеется такой большой, большая таблица открытых соединений, да, каждое из соединений ходит по конечному автомату. Конечный автомат описан местами не очень, поэтому там, опять же, возникает какое-то плечо для эксплуатации тех или иных слабых мест. Вот, сюда, опять же, сюда мы относим и Synflood в том случае, если он на втором-третьем уровне ничего не повредил, значит, он дошел до самого сервера, значит, это уже атака на TCP-страк, если хотите. Значит, сюда мы относим и Flood соединениями, то есть открытие большого числа, да, потому что, опять же, у нас есть таблица, да, она переполняется, значит, проблема здесь. Сюда мы относим, в том числе, можем отнести сюда SlowLorice, потому что это, опять же, проблема с таймаутами в TCP, SlowPost и так далее. И, наконец, на седьмом уровне, вот тут уже любой кастом, вот начиная от типичного get-slash-post-slash-http-flood до чего-то, что, например, там нацелено в поиск куда-нибудь, в базу, достает там конкретные вещи из, собственно, там памяти, из диска и как бы выкидывает их, запрашивает следующую порцию до тех пор, пока у сервера просто ресурс не закончится. Обратите внимание, что все эти гигабиты, они имеют смысл в основном на самом низком уровне, потому что, чтобы вывести из строя, например, мускуль, допустим, не очень настроенный или хорошо настроенный, но, например, в расширенном поиске по всем товарам, много ума не надо, туда много гигабит не надо, самое главное. То есть буквально, я думаю, что там уже от где-то пяти тысяч ботов, которые активно запрашивают этот поиск, активно обновляют страницу, причем, возможно, там даже одну и ту же, это уже вопросы к кэшированию, как оно настроено. Проблемы возникнут у большинства. Значит, у небольшинства они начнутся где-нибудь от пятидесят тысяч тех, кто в поиск ходит. Вот у самых крутых они начнутся от ста тысяч ботов, которые идут одновременно, а в прошлом году максимальное количество ботов, зарегистрированных в одной атаке, было 419 тысяч. То есть, ну, примерно в четыре раза, чем способно приварить даже очень хорошо настроенное приложение, потому что это все-таки не рассчитано на поразительную нагрузку, рассчитано на легитимных пользователей. Возвращаясь к каждому из этих уровней, давайте посмотрим, что на каждом из этих уровней можно противопоставить вот этим вот подонкам, которые пытаются нас убить. Значит, на втором уровне, ну, вот тут как бы против лома нет приема, а кроме другого лома. Значит, если текущий уровень атак, он там за 100 гигабида, их нужно где-то обрабатывать. Тут возникают некоторые варианты с рядом сетевых операторов, такими как Retno, Level 3 и так далее. Имеется технология под названием BGP Flow Spec. Она позволяет отсекать какой-то ряд атак, то есть по сигнатурам в основном. То есть, например, там Amplification легко отсекается по порту источника. Ну, хорошо, значит, это мы можем. Но тут другой вопрос, что это дорого стоит, опять же. И опять же, не от всего защищает, потому что там тот же Synflood вы таким образом не отсеете на дальние границы, и проблема все равно будет в последнем мире. Там, где вы должны все это принять и обработать на себе. В случае с инфраструктурой это анализ, причем анализ не только вашей сети. Это классический пример. Это, опять же, воровство префиксов, то есть BGP hijacking. Вот тот случай, например, хрестоматийный, когда в 2008 году Пакистан украл у YouTube сеть Слэш-24 и объявился ему интернету, что теперь за YouTube вы ходите в Пакистан. Вот у пользователей YouTube были большие проблемы, но, к сожалению, автоматически сейчас с таким бороться невозможно. Борьба будет ручная, но до того, как борьба начнется, вам еще нужно будет определить, что проблема началась, и проблема в том, что у нас префикс воровали. Для того, чтобы решить эту проблему, уже необходимо в большинстве случаев обращаться к сетевому оператору, к дата-центру, к костеру, к облаку, выяснять с ним это дело. И самое главное, что для этого нужна продвинутая аналитика, потому что признаком hijacking в основном служит только то, что начиная с 13.30 анонсы данной сети в интернете пошли нетипичные. А что значит нетипичные? Ну не такие, как весь год до этого. А какие были весь год до этого? Это нужно знать уже на тот момент. Соответственно, выше уровнем мы говорим про анализ того, как TCP-клиенты себя ведут на сервере. И, соответственно, на седьмом уровне это уже полноценный поведенческий анализ с историей, с корреляцией и так далее. Теперь смотрите. Вот тут я мог бы уже углубиться в… То есть, например, в принципе, похожие вещи я говорил на хайлоде, хайлод плюс плюс в 2011 году. После этого я сразу перешел к тому, как NGX надо настраивать, чтобы на седьмом уровне он больше выдерживал. Проблема в том, что я сам в это больше не очень верю. Дело в том, что без, опять же, аналитики на седьмом уровне вам не удастся настроить сервер так хорошо, чтобы он отбил любые атаки. То есть это все равно будет ручная работа. Про ручную работу на этом деле мы еще поговорим. Значит, уровень 3. Наверное, все-таки эта задача не столько ваша, если у вас нет своей автономной системы, сколько вашего дата-центра. Но опять же нужно поинтересоваться, а занимается ли он этим, то есть а мониторит ли он собственную сеть, или ему вообще наплевать. Так вот, возвращаясь к тому, с чем мы пытаемся бороться. Давайте для начала определимся, что у нас есть вот, например, такие три основных места, где мы обрабатываем входящие запросы. Данные, значит, это либо вот хостинг, который, ну то есть сервер, который мы арендуем, да, либо это облако, то есть немного уже другой уровень. И, например, статика или еще что-то выдается с CDN. Есть такой полезный инструмент. В риск-менеджменте он называется probability impact matrix. Он очень прост. Значит, вероятность любой беды, она оценивается, то есть от маловероятной до очень вероятной. И последствия, которые наступят в результате этой беды, они тоже оцениваются от элементарных сейчас две минуты под кофе все исправим, до кошмара. В случае с атаками можно оценить вероятность их наступления как среднюю или маловероятную, в зависимости от чего. Атаки — это инструмент конкурентной борьбы, и, соответственно, если у вас на рынке так более-менее все спокойно, то, скорее всего, атак долгое время не будет. Но если у вас начинают настигать конкуренты или просто люди на рынке появляются не очень чистые на руку, то, соответственно, можете аккуратненько двигать вот этот квадратик куда-то там дальше вниз. А вот импакт — это как раз самая страшная штука в случае атаки, потому что, если, например, атака идет вам на хостинг, даже если в этот момент вы обращаетесь к вендору, например, к нам опять же, например, куратору, клоудфлари, кому угодно, проблема в том, что тот IP-адрес, на котором у вас висит все, то есть от базы до всего, он атакующему уже известен. И атакующие научились их запоминать. Поэтому то, что вы в DNS переключитесь на другого кого-то там, это будет по большому счету атакующим абсолютно неинтересно, потому что он продолжит атаку напрямую, поэтому в худшем случае атака может привести к тому, что вам придется из хостинга тут же съезжать. Поэтому мы оцениваем импакт как CVR, потому что хуже, чем переезд в рабочее время под лежащим сервером куда-то еще с нуля. Вот я хуже ничего придумать для IT-проекта, наверное, даже не могу. Только, наверное, если патч Бирмана, да, он называется, правильно? rm-rf-slash. Это, наверное, еще хуже, но это, наверное, уже даже в эту таблицу не попадает. Итак. Мы говорим про варианты размещения тех или иных ресурсов и про атаки по уровням сети. Давайте попробуем оценить то, насколько тот или иной сетевой ресурс подвержен атакам того или иного сетевого уровня. Начнем с хостинга. Я думаю, тут никто не удивится. Удивиться тут стоит к чему, да? Ну, во-первых, да, что 500 гигабит в большинстве хостингов нет, тем более на последние мили до вашего сервера. Значит, понятно, что весь TCP-флуд, который придет, вам придется обработать на себе, скорее всего. То есть синфлуд вам, может, еще отрежет хостинг, а с остальным вы сами столкнетесь. Ну и на седьмом уровне вам, понятно, придется опять же строить, скорее всего, аналитику самостоятельно, потому что это ваш сервер, ваша проблема. Почему мы говорим, что на третьем уровне опасность не очень вероятная? Ну, потому что, скорее всего, ради вашего одного ресурса у всего хостинга воровать префикс не будут. Это очень дорого для злоумышленника. Они, в принципе, готовы это делать, но им нужно видеть смысл. Значит, в росте, допустим, через захваченный чужой бордер, им нужно видеть в этом смысл, в данном случае, скорее всего, не будет. Поэтому мы относимся к атакам на инфраструктуру более-менее снисходительно, хотя, опять же, бывают исключения. Особенно с сетевым оборудованием, которое там стоит, если там на транзите где-нибудь стоит циск аса, то уже с этого начинаются веселые вещи, как правило. Облако. Значит, по атакам на канал мы рейтинг сильно повышаем, потому что облако – это все-таки распределенная структура, но с одним замечанием, про которое мы скажем позже. Опять же, ровно так же, как и на втором уровне, на четвертом уровне большое количество соединений, большое количество каких-то вот таких ресурсоемких вещей в TCP стеке. Опять же, проще обработать. Но на седьмом уровне архитектура вашего приложения вне зависимости от облака – это ваши проблемы. Чуть позже разберем, какие именно. Наконец, CDN. С канальной емкостью тут все то же самое, как и облако. Вот на уровне инфраструктуры все становится гораздо интереснее, потому что у CDN всегда есть DNS-сервер, на который вся его услуга и завязана. То есть, если в случае облака там может быть простой не каст, и, соответственно, опять же, все проще. Его может не быть, но так или иначе. То у CDN в 99,9% случаев вы будете видеть, во-первых, DNS-моржетизатор, который пользователь туда или туда кидает, куда им ближе ходить. Во-вторых, у него будут абсолютно точно точки, вынесенные из Аникаста, то есть стоящие где-нибудь там поближе к пользователю, где-нибудь в Акадо, в Билайне и так далее. Соответственно, они не защищены по умолчанию. Их просто невозможно защитить. Поэтому тут мы ставим такой вот большой вопросительный знак и говорим, что это зависит от CDN, насколько у него защищен его собственный DNS, насколько этот DNS готов к экстренному выдергиванию атакованных нод из сети. То есть, если, например, в Билайн прилетело, сколько это гигабит, то выдернуть эту сеть из маршетизации пользователей ваших на нее за статикой не пускать. Вот. Вот если он к этому готов, то тут еще можно поставить галочку. Вот. Но это, к сожалению, нечастый случай. Ну и, соответственно, выше, ну, опять же, да, то есть CDN рассчитан на обработку больших объемов трафика, и там хороший CDN обрабатывает там десятки, там несколько десятков гигабит видео одновременно, так что, я думаю, с вашей статикой он справится легко. Теперь к подробностям. Итак, хостинг. Тут есть важный пункт. Очень многие вендоры предлагают для защиты дорогостоящие оборудования, которые ставятся в стойку, в него включается, соответственно, аплинк, в него включается даунлинк, который ведет к вашему серверу, и говорится, что, ну вот, давайте защищайте. Значит, проблема здесь вот в чем, что сеть настолько же устойчива, насколько устойчива последние мили, то есть лежащее до этого оборудование, и опять же, покажите мне человека, который Arbor на 500 гигабит покупает в одном дата-центре. Это крайне маловероятно, потому что это очень дорого на самом деле. Очень дорого. И поэтому мы говорим о том, что как бы вот на уровне самого хостинга одного, если он находится в одном месте, если у него нет каких других точек для резервирования, то это все довольно страшно. Что важно, в любом случае у вас должен быть запас производительности не в ноль, то есть в нормальное время, в час пик, загрузка процессора не должна быть 98%. Это не очень хорошо, потому что любой залетевший воробей разрушит цивилизацию. Даже если вы попытаетесь, если атаки будут от школьников, если их действительно можно решать своими силами, то все равно вам нужно некоторое плечо для того, чтобы хотя бы вот пока вы изучаете запросы, пишете скрипты для автобана, настраиваете fail-to-ban, чтобы по крайней мере у вас было запас на это время. И наконец, та проблема, о которой я говорил, что если вы располагаетесь на ресурсах, которые не защищены, то смена DNS вам с вероятностью уже до 30% не поможет. Последний пример – это группировка DD4BC, которая накрыли большое количество американских финансовых компаний ровно тем, что они просто били напрямую, и вне зависимости от того, что потом в DNS о записи было записано, переписано, они все равно били напрямую, и, соответственно, решение этой проблемы у каждого из атакованных заняло очень много времени. Поэтому проблема в том, что в случае, если вы находитесь в незащищенном месте или не можете оценить его защищенность, то есть вероятность, что вам придется очень быстро пережить. Это плохо. К облаку. Сразу говорим, что если облако, значит, у него должна быть и не каст-сеть. То есть один и тот же префикс анонсированный из многих мест в мире, потому что в одном месте 500 гигабит не переварить, а 500 гигабит – это сейчас, а через год будет терабит. Должна быть распределенная сеть такая, чтобы ее инфраструктуру злоумышленник не мог эксплуатировать, соответственно, и не кастовая обязательно. Дальше. Почему, опять же, желтый цвет на втором уровне? Потому что даже в условиях и не каст-сети, даже в условиях большого облака, 500 гигабит в секунду – это очень много. К этому нужно готовиться сознательно, с расчетом на это. Не все так делают. То есть, например, можем сказать, что так делает Cloudflary, мы можем сказать, что так делает Akamai. Но когда мы спускаемся к другим CDN-операторам и облачным операторам, то начинает возникать вопрос. Опять же, мы говорим, что приложение находится в облаке, у него все равно должен быть запас производительности, потому что никакое количество ресурсов вас не спасет от эксплуатации проблем в, допустим, обращении к базе от узких мест. И, наконец, самая веселая штука в случае облака. Да, действительно, она способна очень много переварить пользовательского трафика. Проблема в том, что вам придется его оплатить. Когда ваш счет перевалит за примерно, не знаю, в зависимости от того, сколько вы платите ежемесячно, но, скажем так, где-то на уровне 60 тысяч долларов в данном месяце вас, скорее всего, начнут звонить в лучшем случае, а в худшем случае просто отключать, потому что вы, скорее всего, не платежеспособны. Не очень приятно. Соответственно, нахождение в облаке все равно не решает проблему защиты от атак, оно решает проблему устойчивости до того, как вы встали под защиту. В первую очередь. Наконец, к CDN, опять же, мы говорим про Anycast, он обязательно должен быть, даже если есть точки, размещенные отдельно в сетях операторов, близко к пользователям, все равно должна быть Anycast-сеть, которая способна это обработать. И мы говорим про то, что DNS-сервер, который занимается раскидыванием пользователей по регионам, он тоже должен быть как-то защищен, должен быть устойчив, это должно быть продумано. К моментам в архитектуре. Anycast-адрес – это очень хорошо. И обратите внимание, что IPv4 у нас заканчивается, и сейчас еще есть возможность, если вы растете, или если вы уже крупная организация, получить от Ripe последний кусок этого пространства. Это нужно использовать, потому что в будущем, если вы захотите это сделать, вам достанется только IPv6, в котором, как мы знаем, особенно в России, домашних пользователей и вообще пользователей не очень много. Самое главное, что Anycast-адрес можно попросить в аренду у ряда организаций. Сходу мы вспоминаем Amazon. Опять же, это можно сделать у нас, это можно сделать много у кого. Балансировка и резервирование Anycast-овым маршрутизатором – это в разы надежнее, чем DNS-балансировка. Я могу утверждать это уверенно, потому что я постоянно смотрю, как от нас уходят клиенты, которым, например, надоело, они захотели пожить напрямую долгое время. Я смотрю, как DNS переключается обратно. В сетях многих операторов, даже московских, вот обратное переключение на их собственном DNS-сервере, оно занимает, например, сутки. Это было еще страшнее где-то году в 2012, когда у нас под защитой был рутрекер, он, последний пользователь, ушел через две недели. Сейчас стало получше, но это все равно недостаточно гранулярно. То есть, если у вас сервер вышел из строя, то, опять же, некоторое количество пользователей в единицу времени вы потеряете. Через час, скорее всего, их найдете, но, скорее всего, уже новых, потому что те уже уйдут кому-нибудь еще. Мы говорили про переезд, поэтому важная рекомендация отвязать приложение от физического сервера. Я тут поставил упростительный знак. Я не хочу привязываться к технологии. Я хочу единственное, что сказать, что если вы размещаете где-то приложение, то запаситесь набором документации, скриптов, я не знаю, чего угодно, чтобы быть готовым развернуть такое же приложение с той же базой на сервере в другом городе, условно говоря, или в том же, в той же Москве, но в другом месте, потому что проблемы могут начаться у вас, самое главное, они могут начаться у тех, где вы размещаетесь. Это довольно частая ситуация. И, наконец, важная вещь, это как раз то, зачем мы запустили нашу услугу новую для клиентов Битрикса, которая подразумевает 10 дней в год работы бесплатно, причем под атакой, не под атакой, не урожайся. Почему? Потому что в данный момент угроза достигла такого уровня, что самостоятельно с ней справляться ну очень сложно. И обратите внимание, что атакующему нужно на самом деле просто выставить фигуры на доску, и он на это потратит буквально там 10 минут, вы на это потратите час-два. Дальше вопрос, кто из вас лучше будет спать. И есть такой четкий дедлайн, что после двух суток без сна абсолютно любой системный администратор больше не в состоянии ничего практически атакующему противопоставить. Поэтому, если у вас случается беда, то в панели управления последней версии Битрикса есть заветная кнопка. Пожалуйста, нажимайте на нее, не стесняйтесь, мы рады вас видеть. И обратите внимание, что если у вас вымогают деньги, то опять же это не работает, потому что это, опять же, в случае как DD4BC это пирамида, они не остановятся, вам нужно как-то бороться с этим. Такой краткий, очень короткий рассказ. Я так понимаю, у нас еще минут 5 есть? Ну, есть немножко на временный вопрос. Спасибо за доклад. Коллеги, у кого вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Нет? Есть. Спасибо, Марк Тринет. У меня вопрос. Вот вы переезд, говорите, в самом лучшем случае, а переезд для чего? По сути, для смены IP? По сути, да. А почему нельзя на том же хостинге? Потому что у того же хостинга будет IP-адрес из той же автономной системы, и в 2015 году злоумышленники умеют смотреть на список префиксов в автономной системе, к сожалению. Они освоили Ripe Quiz, и на самом деле накрыть префикс slash 24 или несколько. Задача решается на самом деле простая. Имеется набор префиксов, и злоумышленнику нужно узнать, в какой из них вы переехали. Если у него под рукой плечо, которым он вас уже до этого клал, то ему достаточно это плечо направить на всю сеть, на первую, потом на вторую, потом на третью, потом на четвертую, пока вся автономная система не закончится. К сожалению, так красиво. Еще был вопрос? Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. На самом деле я достаточно часто слышала о видосах каких-то крупных сайтов, типа интернет-магазинов, но я не очень понимаю масштабы бедствия в рамках мелких сайтов, в которых посещаемые 20 человек в неделю. Давайте я вам поясню легко. Значит, у нас самая длительная атака, которая у нас была на один из двух сегментов. Там их было две длинных, я не помню, какая была длиннее. Одна была на… Не смейтесь. Мага, женщина, которая занималась гаданием, онлайн причем. А вторая была на магазин, который продавал кедровые бочки. Сколько людей в России покупает кедровые бочки в неделю? Проблема в чем? Что это был магазин где-то в городе, где у этих кедровых бочек были какие-то покупатели, но их было тоже немного. А вот магазинов было четыре. Там стояла безумная грызня, раз, когда они были нашими клиентами, нам письма из прокуратуры приходили, кляузы друг на друга на них. Другой пример. В 2013, если не ошибаюсь, году у нас было нашествие Деда Мороза. Компания, которая предоставляет Дед Мороз по вызову на дом, на Новый год. Атаки — это метод конкурентной борьбы. Любые. Взлом, denial of service, все что угодно. Это, с одной стороны, для кого-то это метод вымогательства, для тех же школьников. Но для ваших конкурентов, особенно нечистых на руку, это просто способ вас, если не вышибить из бизнеса совсем, то вышибить, по крайней мере, из поисковой выдачи, потому что Googlebot, опять же, или Яндекс.бот, опять же, долго терпеть не будет, пока вы там два дня будете лежать, он снизит вам рэнкинг. А это, в принципе, то, что конкурентам, в принципе, в большом счете достаточно. Я даже вам скажу, что крупные магазины порой в ряде сегментов меньше страдают от атак, чем мелкие, потому что крупные магазины это все-таки в основном какой-то уровень, который они должны выдерживать и по репутации. Но не пойдут они платить из черной кассы на кредитку в Пакистан. А вот, когда мы говорим как раз про мелкие магазины, то в зависимости от рыночной ситуации, к сожалению. И как раз почему мы очень рады, что запустили эту услугу, потому что общая экономическая ситуация, она заставляет напрягаться, и, соответственно, мы прогнозируем, что возможен именно взлет атак из-за того, что рынок становится меньше, у людей меньше денег, соответственно, конкуренция растет, и методы конкуренции начинаются совершенно разные. Приводить пример, например, от А. Хорошо. Значит, сейчас вот последнее, что было, это нашумевшая ситуация с финансовыми организациями, DD4BC в основном, атакующая. Что такое DD4BC? Я уже произносил это, вот я понял сейчас, что как бы я-то знаю, но пояснить надо. DD4BC – это группа злоумышленников, которые атаковали сайты, располагая примерно, ну, в зависимости от времени суток, в зависимости от многих параметров, от 60 до 200 гигабит в секунду. Они атаковали американские финансовые организации. Вообще, у американских финансовых организаций с сетевой инфраструктурой достаточно плохо. Достаточно вспомнить, что было в начале 2014 года с JP Morgan Chase и прочими организациями на Уолл-стрит. У них были очень большие проблемы из-за достаточно простых атак. То есть, я бы сказал, что наши банки в этом смысле гораздо устойчивее в этом плане. Так вот, собственно, атаки шли на финансовые организации в основном американские, но потом не только. А главная проблема в чем? Это вымогатели. Они подписываются почте, то есть, шлют почту с неизвестных адресов, подписываются с D4BC. Сначала мы верим, что это был один-единственный человек. Да, возможно. Но когда он попал в новости, таких людей, которые подписываются его именем, вымогают деньги, стало намного больше, и они перекинулись на другие сектора, в том числе. Не только на финансовой, там еще был какой-то, какие-то атаки на недвижку, какие-то атаки на, по-моему, какой-то ритейл, я сейчас даже точно не помню. Суть в том, что когда появляется плечо, когда появляется инструмент, когда этот инструмент появляется в Euronews и подробное описание того, как происходит атака, то проблема становится намного больше. она перестает быть одним человеком, который там где-то сидит, может где-нибудь на Сейшелах зарабатывает. Она становится концепцией. Вот это самое страшное. Это вот самый хороший, самый наглядный пример. Это было недавно, и это может много раз повториться, потому что плеча для атак типа Amplification, то есть, которая производится с уязвимых NTP серверов, DNS серверов и прочее, там очень большое плечо, соответственно, эта штука может повториться. Вот это прям такой вот очень хороший пример, очень, я бы сказал, красивый даже. Коллеги, по времени у нас уже… Это и русские тоже. У нас было две финансовые организации из России, поэтому, почему я говорю, что это концепция, да, потому что концепция не имеет географических границ. То есть, то, что было вчера в США, будет завтра в России, ну, а тут оно было позавчера в США, завтра в России, послезавтра будет в Австралии. Артем, спасибо большое. Если вопрос есть, наверное, вы задавайте в кулуарах. И благодарю еще раз за доклад, а мы переходим… в Австралии. В Австралии. Спасибо.